всем привет из калифорнии всем моим друзьям подписчикам всем будет такое вот ночное видео сейчас страшное в том плане что ну просто вот я еду с курсов везде без 15 10 и решила сделать видео что-то так устала сегодня такой был тяжелый день у меня во первых я убила змею это сейчас мне смешно конечно вот так говорить но на самом деле это был ужас это был ужас я тут сижу хвалю калифорнию нету этих каких клещей нету там всяких этих мошек комаров но зато здесь повыше поднимусь а то где-то там под рулем вот она зато здесь есть змеи со змеями я второй раз сталкиваюсь и я говорила что я когда езжу по дорогам там по обочинам то очень много за задавленных животных валяется каких-то сбитых и один раз я так на змею я правда на нее не наехала я сумела ее объехать потому что я ее приличное расстояние увидела это было на дороге хорошо что сзади не ехала машина то бы я вывернула на машину но от испуга ты не контролируешь свои действия и сегодня я еду себе там припеваючи и было такое место это причем на тротуаре она лежит такая большая ну как бы вот такая вот вот такая я уже не успевала не затормозить не свернуть на дорогу и короче говоря у меня был один выход по ней проехать и тысячи мыслей в голове у тебя возникают когда вот такая ситуация ты сразу же представляешь как тебе нужно там ноги сделать куда спрыгнуть ты тысячи вариантов пролетает твоей голове в одну секунду и вот я сразу же думаю если я сейчас заторможу то я прямо на не остановлюсь я не успею затормозить до нее потом я подумал что если я заторможу и остановлюсь я слезу с велосипеда и я лицом к лицу к ней окажусь а вдруг это кобра и потом я подумала лучше всего по ней проехать и задрать ноги и вот так я сделала я по ней прямо до сих пор у меня вот это ощущение как я по ней двумя колесами и я ноги задрала я не знаю как человек в таких ситуациях он способен на многое ужас я как спортсменка была конечно ой такие ощущения ужасные когда ее проехала я даже побоялась назад оглянуться но как по инерции я проехала еще и вдруг у меня мысль такая появилась что а вдруг она мне на колесо намоталась я соскочила и причем на дорогу чуть не упала и короче говоря давай оглядывать это колеса у велосипеда чтобы она у меня там не закрутилась то и короче говоря ее не было и вот у меня опять волосы стали дыбом ну ты когда я говорю каких-то неприятные такие насекомые или что-то я вижу и короче говоря все я сейчас тут боюсь траву ложится каждая ветка мне сейчас змеей здесь кажется я еду я уже ничего не вижу никакой красоты калифорнийской я вижу только везде змей которые у меня тут под ногами ползают и притворяется в сучки там еще во что-то но я пришла конечно реку рассказала я знала что он скажет он сказал она не ядовитая но я не знаю правда это или нет но это ужасно это просто ужасные вот это ощущение как я по ней проехала я еще представила как она я вот она вот так лежит я прям посередине и и вот так проезжаю я представлю как она вот так вот согнулась и она же меня могла укусить и я думаю может быть она даже сделала эту попытку прошу прощения может быть она и сделала эту попытку но я ноги вот так вот подняла мне ноги вот страха и в общем короче говоря это ужасно так я еду с английского это такое коротенькое видео просто сейчас мозги у меня немножко встанут на место это из меня меня выбила из колеи начала опять ходить на английский и это ужас как люди читают как они что-то произносят просто кошмар русские люди у русских людей хорошее произношение я могу это сказать точно и и вот сейчас это два раза в неделю у меня будет английский семи вечера до десяти вечера и это ну как бы такая большая нагрузка для меня я сначала ходила четыре дня ходить но потом я поняла что нет это очень тяжело вот дали задание на задание еще сделать это когда лежишь дома не и не и нечете делать тогда можно и каждый день ходить а у меня всегда есть чем заняться и что делать и поэтому я только два дня взяла остальные домашние задания буду делать и в этот раз я записалась в группу где грамматика прононсейшн конверсейшн вокабеляри это слова запоминать словарный запас все в этой группе есть и нам сказали купить учебники вот мы сходили купили вниз учебники там за 30 долларов какой-то словарь вот такой вот специальные подстрелы очень интересный все на самом деле очень очень интересно и все хочется везде успеть и даже тут же английский хочется учить и фильмы смотреть на английском и за шмотками ходить youtube делать и на волонтерство ходить и природу смотреть и все хочется делать и ни на что нету времени потому что заниматься в принципе английским это тоже очень очень все интересно и на все нужно время но опять же я говорю нужно ставить приоритеты и конечно это плохо что я не ставлю приоритетом английский на первом месте что вставу утром все два часа посвящая английском и каждый раз я вот так вот на следующий день думаю все сегодня я встану и начну учить английский но я встаю и у меня какие-то дела засасывают засасывает думает ай ладно радио буду слушать с телевизором и вот это вот очень плохо и вот у нас такая строгая учительница сейчас и вот может быть она меня возьмет в оборот и мы это самое нормально будет все с этим делом вот у нас такая жара перейду резко к погоде у нас такая жара стоит днем и вот в калифорнии чуть солнце садится начинает все сразу же кофту одевай холодно вот ну ладно поехала я домой всем пока всем хорошего настроения день был ужасный за этой змеи ужасный думаю что буду даже плохо ночью спать все всем пока всем хорошего настроения пока пока